Вчера я начал рассказывать вам о неудачной попытке российских спецслужб расправиться в Майами со своим бывшим коллегой Александром Потеевым, который выдал в 2010 году 11 российских шпионов, обмененных довольно быстро администрацией Обамы на четверых узников России, сидевших в Москве. Опасения ЦРУ по поводу безопасности Потеева сбылись в 2019 году, когда россияне запустили сложную операцию по розыскам Потеева, в которой был задействован мексиканский ученый из города Ахака. Его звали Эктор Алехандро Кабреро Фуэнтес. Выходец из хорошей семьи, известной своей филантропией, он изучал микробиологию в Казани, а впоследствии защитил докторскую диссертацию в Гессенском университете в Германии. У Фуэнтеса, однако, было две жены, проживавшие в Германии россиянка и мексиканка. В 2019 году его российской жене и двум ее дочерям внезапно не позволили выехать из России и вернуться в Германию. В мае 2019 года, когда Фуэнтес прилетел к ним в Москву, с ним связался некий российский чиновник и предложил встретиться. В ходе встречи россиянин заметил, что семья мексиканца застряла в России и дал понять, что мы можем помочь друг другу. Спустя несколько месяцев новый знакомый попросил Фуэнтеса снять кооперативную квартиру к северу от Майами-Бич, где проживал Потеев. Россиянин сказал, чтобы Фуэнтес не делал этого под своим именем. Мексиканец дал знакомому 20 тысяч долларов и попросил записать квартиру на себя. В феврале 2020 года Фуэнтес отправился в Москву, где снова встретился со своим новым российским знакомым. Тот описал машину Потеева и попросил мексиканца разыскать ее, записать ее номер и местонахождение. Он рекомендовал ничего не фотографировать, очевидно, для того, чтобы не создавать на себя компромата, замечает Нью-Йорк Таймс, по словам которой Фуэнтес провалил операцию. 13 февраля 2020 года он прилетел из Мехико в Майами, а на следующий день отправился на прокатной машине на поиски Потеевского автомобиля. Въезжая в жилой комплекс Потеева, он пытался проскочить в ворота, следуя вплотную за другой машиной, и этим только привлек внимание охранника. Пока охранник выяснял, что он там делает, мексиканская жена Фуэнтеса отошла в сторону и сфотографировала номер Потеевской машины. Фуэнтес объяснил, что приехал навестить знакомого и назвал его фамилию. Охранник её не нашёл в списке жильцов. Супругов попросили покинуть охраняемую территорию, но камеры наблюдения запечатлели произошедшее. Два дня спустя Фуэнтесы попытались улететь в Мексику, но их остановили в аэропорту и обнаружили в мобильнике жены недавно удалённый снимок номера машины Потеева. В мобильнике Фуэнтеса нашли и сделанное крупным планом фото номера, который ему переслала жена. Его арестовали, и он поведал следователям детали операции. Мексиканец сказал, что его российский куратор был, по его мнению, сотрудником ФСБ, хотя тайные операции за рубежом обычно проводятся СВР или ГРУ. Его привлекли за то, что он не зарегистрировался в Минюсте США как иностранный агент. Фуэнтес, по словам одного бывшего силовика, не знал, что из себя представляет Потеев и просто собирал информацию для россиян, не имея понятия об их истинных намерениях. Американские власти имели и жёстко отреагировали на эту и другие российские операции. В апреле 2020 года США наложили на Россию санкции и выслали её 10 дипломатов, в том числе вашингтонского резидента СВР. Москва в ответ выслала 10 американских дипломатов, в том числе московского резидента ЦРУ Владимир Козловский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова